Всем привет! Продолжаем знакомиться с языком CUDA-C от NVIDIA и продолжаем знакомиться с параллельным программированием на GPU. Вот так вот. И знакомимся мы, ну и я вместе с вами, по книге «Технология CUDA в примерах введения в программирование графических процессоров» Джейсон Сандерс, Эдвард Кендрадт. Есть еще вторая книга, я не помню как называется, потому что она не основная, я туда иногда подсматриваю, но есть еще интернеты. Вот, 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 вот. Ну, начнем. Сегодня познакомимся, что такое нити или потоки. Вот, и сегодня посмотрим сложение все тех же двух векторов, но уже с использованием параллельных потоков или нитей. То есть потоки в данном случае равно нити. То есть нити равно потоки. Так, итак, в предыдущей главе мы видели, как на GPU исполняется параллельный код. Для этого мы сообщали исполняющей среде CUDA о том, сколько нужно запустить параллельных экземпляров. Параллельных экземпляров. Сейчас я открою этот пример. Где он? Вот он. Исполняющая среда CUDA позволяет, то есть в данном случае мы запускали n, n, что n? n параллельных экземпляров. И они называются блоки. Исполняющая среда CUDA позволяет расщепить блоки на нити или на потоки. То есть это одно и то же. Я буду уже говорить это нити, но имейте ввиду, что это то же самое, что потоки. Просто перевод на слово потоки, ну с английского, да, эта книга переводилась, не мной, понятное дело. И потоки совпадают со словом потоки, такие как потоки ввода-вывода и тому подобное. Поэтому есть понятие нити. Так вот, исполняющая среда CUDA позволяет расщепить блоки на нити. Напомним, что при запуске нескольких параллельных блоков мы указывали их количество в первом аргументе. Вот он первый аргумент. И мы здесь указывали, сколько параллельных блоков нужно запустить. Второй параметр, вот он, второй параметр. В угловых скобках, говорит, сколько нитей создать для каждого блока. До сих пор мы запускали блоки всего с одной нитью. И в этом примере, ну давайте я вот здесь уже, и в предыдущих примерах все выглядело вот так вот. n блоков умножали на одну нить и делили на блок. И получали n параллельных или 2L в конце, наверное, вот так вот. Не, вот так вот. Короче, где-то тут вот так, наверное, да. И получали n параллельных нитей. Но можно было бы вместо этого запустить. Запустить вот так вот. n делим на 2 и с двумя нитями. Либо n делим на 4 и 4 нити. То есть, n это то количество элементов, которое у нас в векторах. Так вот, вернемся к задаче о сложении векторов. Вооружившись новой информацией о возможности тех куда си. Итак, мы собираемся решить ту же задачу, что и в предыдущей главе, ну в предпредыдущем видео. То есть, имеем два вектора на входе и получить третий вектор, содержащий их сумму. Но на этот раз вместо блоков мы воспользуемся нитями. Возможно, вам непонятно, какие преимущества дает использование нитей вместо блоков. Пока никаких достойных обсуждений преимуществ не видно. Однако, параллельные нити внутри блока могут делать такие вещи, которые параллельным блокам не под силу. Так что, наберитесь терпения и позвольте нам переделать программу из предыдущей главы, заменив блоки нитями. Ну, как бы тут уже переделано, поэтому сейчас разберем. Ну, эта функция просто, я думаю, вы уже поняли, выводит информацию об устройстве. У меня два устройства, точнее два ноутбука с двумя разными видеокартами. Один ноутбук старый, ему больше 10 лет, но тем не менее, там графическая карта от Nvidia. Я не помню, что-то там 4200N называется, ну, серия. Короче, там 48 ядер. Здесь же, по-моему, 1280 ядер. Что-то такое. Так вот, какие изменения? Давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим вот на этот пример. Что изменилось? То есть, у меня два примера. Эти примеры взяты с этой книги, поэтому это не я их писал. Так вот, что здесь изменилось? Ну, как минимум, здесь мы указываем один блок. Запустить для одного блока N параллельных нитей. N в данном случае 1024. Почему 1024? Мы сейчас к этому подойдем. Так вот, что же изменилось в этой функции? Изменился способ индексации данных. Раньше входные и выходные данные индексировались в ядре, а это, напоминаю, ядро. Это функция, которая помечена модификатором или ключевым словом global. Говорит исполняющей среде, что эта функция должна выполняться устройством, то есть видеокартой. Соответственно, это называется ядром. То есть, будет много параллельных экземпляров и параллельно будут выполняться одни и те же куски кода, в которых изменен только индекс. Так вот, раньше входные данные индексировались с помощью номера блока. Давайте посмотрим вот здесь. Что-то не понял. А, вот блок ID.x. Это раньше было. Сейчас же мы используем thread ID. Thread это нить. Так переводится на русский. Не поток. Так вот, поскольку блок у нас один, индексировать нужно, вот в данном случае, с помощью нити. Блок у нас один. Запомнили, да? Вот здесь у нас один блок. И это все, что нужно сделать для перехода от реализации с параллельными блоками к реализации с параллельными нитями. И исходный код, вот он здесь есть. И теперь, и теперь, и теперь. Давайте запустим. Ну, запускать. Ну, тут надо, да, еще пересобирать. Запускать особо нечего. То есть в предыдущем видео я мерил скорость. Давайте предыдущий пример запустим. Вот я мерил скорость. Мы запускали н параллельных блоков. И в данном, и вот здесь, кстати, у меня здесь немного, немного, а вот н, да. Короче, вроде все нормально. 60 тысяч. А, да, все правильно. Мы сейчас к этому подойдем. Так вот, в предыдущем примере я показывал, как мерить время. И мы видели, что 60 тысяч элементов в двух векторах, ну, по 60 тысяч у каждого, если их сложить, то на ГПУ это время было 0,37 миллисекунд. Центральный же процессор делал это быстрее. Ну, как минимум, вот здесь почти в три раза. Сегодня же мы воспользуемся нитями и увидим, что скорость теперь на ГПУ гораздо выше, чем на центральном процессоре. Потому что в предыдущем примере какой смысл загружать видеокарту, если центральный процессор справлялся с этой задачей быстрее. Так вот, вот у нас первый пример. Так, я пересобрал его. Ну, запустим, он работает. Он работает, здесь я время не мерял. Все работает, все. Вот у меня три теста. Все вроде совпадает. В предпредыдущей главе мы упомянули об аппаратном ограничении на количество блоков в одной сетке. В 65 тысяч 535. Если мы вернемся в тот пример, где я замерял время. Смотри, у меня здесь 60 тысяч элементов. Давайте попробуем поставить 70 тысяч. Пересоберем. Точнее, пример пятый. Пересобирать надо, когда вы меняете код. И запустим. Что мы увидим? Мы увидим, что оно почему-то сложилось. Почему? Ладно, давайте. Это что я тут? 100 тысяч. Не должно было вроде бы. Ну, сейчас я перейду. Превышу. Хочу превысить этот лимит. Нет, еще не превысил. Так, ладно, ладно. Ну, так как я знакомлюсь вместе с вами, поэтому у меня могут быть вот такие непонятные непонятности. Непонятные непонятности. Сейчас, сейчас я еще гляну. N. Все верно. Все верно. Почему же? Очень странно. Так, этот центральный процессор считает. Да. А это? Ну, вот же N указываю, а N у нас 6 тысяч. Ладно, ладно. Короче, дело в том, что ну, на старой видеокарте, точнее на старом ноуте, у меня дело в том, что когда было там 70 тысяч, я ставил, у меня вот здесь время было 0,0 миллисекунд. Я не мог понять почему. А потом не понял. Я превысил вот это вот ограничение. Ну, для старой карты. Для этой видеокарты, видимо, это ограничение поболее. Но, я его превысил, и ничего не произошло. Ну, как ничего не произошло? Просто не было вычислено правильно. Они, векторане были сложены. Соответственно, там где-то пошла ошибка. Ну, я ожидал, что ноутбук взорвется. Вот. Но он не взорвался. И никак меня не уведомило ничто о том, что я что-то где-то превысил. То есть, по поводу обработки ошибок, это, я думаю, будет отдельная тема, как в куде обрабатывать ошибки. Ну, короче, я превысил то количество 65 тысяч, и в результате получал 0,0,0. Потом я выводил там первые, средние и последние элементы, ну, или массива С, да, результаты. И видел, что там по нулям, или минусы какие-то. Я понимал, что это мусор, что никаких сложений не было. Так вот, я превысил это значение. Так вот, какие же есть ограничения? Ну, 65 тысяч 535 есть это ограничение. Почему здесь не получается? Я думаю, со временем мы поймем. Вылезти. Так вот, еще есть ограничения на количество нитей. Вот оно, 1024, да? Максимальное количество нитей на блок. На блок. Где у нас? Вот. То есть, максимальное вот это количество на один блок. для этой видеокарты это 1024. То есть, вот это значение, количество нитей во втором параметре, не должно превышать величины в поле Max Thread Per Block. То есть, вот когда мы вводим информацию об видеокарте, видеокарте, где оно, где оно, вот это значение, Max Thread Per Block. У вас может быть оно другое. Итак, как же воспользоваться подходом на основе нитей для сложения векторов, которые длиннее, чем 1024, ну и не то, что длиннее, а намного длиннее для векторов, у которых там миллион элементов, 100 тысяч, 200 тысяч, миллион и так далее. Как и раньше, мы должны будем внести два изменения. Это способ вычисления индекса внутри ядра и запуск самого ядра. Когда имеются несколько блоков и нитей, индексация напоминает так, сейчас, напоминает старый метод перехода от двумерного индекса к линейному. Это мы делали в вычислении фрактала Джулия. Как вы помните, у нас там было что-то вот такое. int tid равно thread был id x.x плюс блок id x.x и умножить на блок dim dim это размерность была нашей матрицы. Эта формула напоминает еще, когда мы работаем с двумерным массивом, точнее, мы используем одномерный массив, но нам нужна двумерная индексация к примеру и йод. И вот такая же формула. То есть, у нас там, по-моему, йод было плюс i умножить на ширину этого там массива было. Вот такая формула. И, соответственно, был и йод индекс и i индекс i или номер линии, номер колонки. И этот способ хорошо работал. Так вот, здесь мы пользуемся, вот здесь, еще одной встроенной переменной пользовались блок DIM. Она одинакова во всех блоках и содержит количество нитей вдоль каждой размерности блока. Поскольку мы работаем с одномерным блоком, то интерес представляет только величина блок DIM. DIM. Потому что, потому что, вот здесь, можно не одномерную размерность блока указать, а двумерную, например. Но мы работаем с одномерной пока. так вот, имеется похожая переменная grid DIM, не блок DIM, а grid DIM, в которой хранится количество блоков вдоль каждого измерения сетки. Правда, переменная grid DIM двумерная, а блок DIM трехмерная. Иначе говоря, исполняющая среда CUDA позволяет запускать двумерную сетку блоков, каждый из которых представляет собой трехмерный массив нитей. Да уж, целая куча измерений, и маловероятно, что все они вам понадобятся, но если что, они к вашим услугам. Итак, идем дальше. Вычисление индекса в линейном массиве, по вот этой вот формуле, интуитивно очевидно, если вам так не кажется, то представьте себе, что набор блоков, включающих нити, расположен в пространстве как двумерный массив пикселей. Ну, к примеру, вот эта структура представлена вот здесь. Если нитям соответствуют столбцы, вот нити, вот столбец 1, столбец 2, столбец 3, столбец 4, а блоком строки, вот строка 1, строка 2, строка 3, а блоком строки, то для получения индекса конкретной нити нужно умножить номер блока на количество нитей в одномерном блоке и прибавить к произведению номер нити в блоке. точно точно так же в задаче о фрактале джулия мы вычисляли смещение от начала буфера зная двумерный индекс пикселя. по фракталу вы можете перейти к примеру урок 4, и там мы вычисляли этот фрактал. так вот что же по поводу изменений да вот у нас вот 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 у нас где тут мой блин пример а смотрите давайте пока еще к этому я знаю я знаю по этой переменной что для этой конкретной видеокарты максимальное количество потока 1024 соответственно у меня здесь массив размерностью 1024 что будет если если я превышу так давайте я сохраню превышу вот это количество нитей то есть имейте ввиду да я говорил об этом чуть-чуть ранее пытался запустить на пятом примере количество блоков превысит но ничего не получилось смотрите так да вот вот оно вот оно вот у нас считает правильно первый десятый индекс и сотый я проверил все нормально теперь давайте я превышу количество нитей ну вот просто поставлю 1025 всего лишь всего лишь ошибся на единичку чуть-чуть больше сейчас можно ожидать что будет какая-то ошибка вылетит кулер к примеру с видеокарты потому что он разогреется ну и что-нибудь поранит меня за за мои грехи потому что это уже грех я считаю превышать количество нитей так вот я превысил смотрите 0 0 0 0 ничего не произошло просто вектора не сложились вот и все как бы как это понять ну я думаю со временем разберемся потому что я разбираюсь вместе с вами так вот мы превысили мы превысили и в результате у нас некорректное значение соответственно нужно проверять нужно быть внимательным на что обращать внимание я думаю когда-то когда пройдем большую часть книги то я может быть сделаю видос на что нужно обращать внимание а может быть не буду делать потому что нам и так уже будет все ясно так вот так вот так вот это был вот первый пример где у нас мы запускаем один параллельный блок где он блин вот он один блок и расщепляем его на n на количество нити это 1024 превысили все ничего не получилось ничего не посчиталось и получили проблему так вот что же делать если нам нужно складывать длинные вектора ну например redefinite это хорошо redefinite что нужно если нам нужно складывать большие вектора одно из возможных решений произвольно выбрать фиксированное количество нитей в блоке ну например тут у меня сейчас вычисляется но мы могли бы давайте в этот пример фиксированное количество нитей ну например там 512 1024 вот как у меня максимально там 128 256 ну где-то так так вот выбрать фиксированное количество нитей в блоке тогда для получения n нитей нужно было бы ну если бы мы выбрали к примеру 1024 нити да фиксированные то мы бы делали вот так для получения количества блоков нам нужно было бы воспользоваться вот такой формулой мы бы делили n делим вот сюда подставляли на 1024 в данном случае это количество нитей ну а здесь количество нитей осталось но беда в том что результатом целочисленного деления n на 1024 1024 я думаю вы поняли это для моей видеокарты количество максимальное количество нитей так вот беда в том что для деления то есть результатом вот этого целочисленного деления является целое число в частности если n будет равно, к примеру, 1023, то результат будет равен нулю. А запустив 0 нитей, мы ничего не вычислим. Да и вообще, если n не кратна, в данном случае 1024, то мы запустим слишком мало нитей. Это плохо. Хотелось бы, чтобы частное отделение округлялось с избытком. Для этого решения, для решения этой задачи, без привлечения дополнительных математических функций, по типу C, существует стандартный пример. Вычислять не n делить на 1024, а воспользоваться вот такой формулой. n плюс 1024 минус 1, ну или 1023, или вместо 1024 вот эта переменная, которая содержит максимальное количество нитей, и делим на 1024. Вот так вот. Можете поверить на слово, что эта формула дает наименьшее целое число, большее или равно частному отделению n на 1024. Ну или потратьте минутку на то, чтобы убедиться в этом самостоятельно. Так вот, поскольку мы решили, что в блоке будет вот столько нитей, ну в моем случае, то запускать ядро уже нужно с такой вот формулой. Теперь посмотрим на пример. Вот этот пример. Здесь я, ну по-хорошему, мне нужно было бы сначала получить информацию об устройстве и сюда записать вот это максимальное количество нитей. Ну я этого не сделал, ну не сделал. Я здесь сразу написал 1024. Хотя я сейчас после этого видео протестирую на старой своей ноуте, и скорее всего у меня здесь будет уже какая-то константа. Поэтому в репозитории моем здесь, скорее всего, будет уже вычисленное значение. Так вот, вот мы пользуемся формулой. Смотрите, количество нитей в одном блоке. Ну количество нитей, на которое расщепляется блок. В данном случае 1024. Вот оно, вторым параметром. Первым же параметром. Для первого параметра мы вычисляем, сколько же блоков нужно запустить. И вот как раз мы пользуемся вот этой формулой. Так вот, после этого изменения будет запущено заведомо достаточное количество нитей. И даже слишком много, если n не будет кратно вот этому числу. Нам нужно лишь проверить, что индекс нити находится в диапазоне от 0 до n. Только в этом случае его можно использовать для доступа к массивам входных и выходных данных. Вот такая проверка. Дальше. Здесь, как вы видите, помимо вычисления индекса и проверки, у нас здесь не просто if, а у нас здесь еще цикл while. Вот, то есть у нас каждый экземпляр, запускаясь, еще крутится в каком-то тут цикле. И в этом цикле слаживает не только конкретно там два элемента, а может быть больше. Так вот, в чем же фишка? Мы не были до конца откровенны, когда первый раз обсуждали запуск параллельных блоков на ГПУ. Помимо ограничения на количество нитей, существует также аппаратное ограничение на количество блоков. Хотя и более либеральное. Как мы уже упоминали, количество блоков вдоль любого измерения сетки не должно превышать 65535. Но тогда в последней реализации сложения векторов возникает проблема. А если запускать, ну в данном случае, n делить на 1000, к примеру, 24 блоков, то мы столкнемся с ошибкой. Когда число элементов в каждом векторе окажется больше, чем 65000. Ну, к примеру, если у нас n будет настолько большое, и результатом этого деления получится, что будет больше, чем 65000. А вот это вот количество блоков нужно еще умножить на количество нитей в нашей формуле. А у нас количество нитей было 0,24. Ну, когда мы количество блоков вычислили по этой формуле, а тут еще количество нитей. Так вот, короче, в результате получается большое значение. Конечно же, при нынешних объемах памяти от 1 и до 8, а то и 12 гигабайт, ну, к примеру, в видеокартах, да, там, эти видеокарты легко справляются с сохранением такого размера данных. Но, тем не менее, ограничения есть. И есть простое решение. Простое решение как раз вот в этом цикле. Выглядит как первоначальная версия программы сложения векторов на CPU. Мы там использовали цикл. И мы указывали, как вы помните, у нас было, к примеру, если это, ну, если там мы можем каждый экземпляр вот этой функции выполнять на отдельном ядре. На ядре не графического процессора, а центрального процессора. И у нас было TID. Что у нас там было? Первое ядро равно 0 и TID плюс 1, да. Дальше у нас было второе ядро равно 1 и TID плюс тоже 1. То есть у нас, ну, если на два ядра мы разделяли, да. Первое у нас было 0, дальше 1, дальше... Дальше, не, плюс 2, плюс 2 было. Да, 0. Короче, блин, я сейчас не хочу тратить время. Во втором уроке, по-моему, это было. Для первого ядра инициализировали нулем и прибавляли 2. Для второго ядра инициализировали единичкой и тоже прибавляли 2. 2 это было вот здесь количество наших ядер, ну, процессор. Соответственно, получалось, первое ядро складывало четные числа, второе ядро складывало нечетные. Если бы у нас было 3 ядра, то мы бы тоже инициализировали 0, 1, 2, а прибавляли бы тут TID плюс 3. Ну, то есть перескакивали. Здесь аналогично. Здесь аналогично. Здесь мы... Так, что у нас здесь аналогично? Да, в реализации для GPU мы можем рассматривать параллельно работающие нити, как процессоры. Вот. Хотя в реальном GPU процессорных блоков может быть больше или меньше, мы считаем, что каждая нить логически исполняется параллельно. А планирование фактического выполнения поручаем оборудованию. Отделение распараллеливания от истинного способа аппаратного исполнения – это бремя, которое CUDA снимает с плеч программиста. И это действительно манна небесная, если учесть, что в современных процессорах NVIDIA количество арифметических и логических устройств варьируется от 8 до 2 или, наверное, 3000. Я не помню, но в этом случае 1024 у меня ядра. Поэтому CUDA вот эту часть берет на себя. И для программиста все остается проще. Просто правильно использовать API. И в самой видеокарте там есть менеджеры, которые распределяют, сколько реально будет параллельно работать. Я вам сказать не могу. Но этим занимаются менеджеры. Для этого есть отдельные книги, которые четко описывают физику. Может быть, когда-нибудь я подойду к тому, чтобы ее купить. Ее надо заказывать на Амазоне, наверное, потому что она в английском варианте только. Но это от создателей, от тех людей, которые участвовали в создании этой архитектуры и все такое. Но программировать можно и не зная самой физики. То есть просто уметь распараллеливать задачи, разбивать задачи на подзадачи. Так вот, что же вот здесь? Здесь мы все-таки видим этот цикл. И, разобравшись с принципом, лежащим в основе реализации, мы должны понять, как вычислить начальный индекс каждой параллельно исполняемой нити. И насколько его увеличивать в цикле. Мы хотим, чтобы каждая нить начинала работу с разных индексов. Поэтому нужно линиеризовать пару, то есть номер блока и номер нити. Начальный индекс для каждой нити мы вычисляем вот по этой простой формуле, уже нам знакомой. После того, как нить закончит работать с текущим индексом, мы должны увеличить его на общее число нитей, запущенных в сетке. Эта величина равна произведению числа блоков на число нитей в одном блоке. То есть блок dimx умножить на grid dimx. Таким образом, приращение вычисляется вот так. Итак, мы почти у цели. Осталось только подправить код запуска. Ну, код запуска здесь уже подправлен. Код запуска здесь уже подправлен. Так, ну и давайте запустим. Давайте еще раз вернемся к предыдущему примеру, где я замерял время. Вот оно. Так, на всякий случай пересоберу. Build. То есть, на самом деле, вот программирование графических процессоров от NVIDIA, ну, с ее API, не так уж и сложно. Ну, это очень круто. Вот у AMD есть решение, но там сложновато. Я так вкратце глянул, то... Ну, и я не люблю карты AMD-шные, радионовские. Ну, как бы не то, что я не люблю Ubuntu, их, точнее, Linux особо не любит. Короче, смотрим. 60 тысяч элементов. 60 тысяч элементов. Для их сложения мы на нити не расщепляли. И мы получали, да, 0,3 миллисекунды на ГПУ и 0,13 на центральном процессе. А теперь запустим. Запустим нашу модифицированную версию. Сложение тех же 60 тысяч векторов. Давайте я вот так вот для частоты эксперимента, а то оно говорит. Говорит, говорит. Ой. Так, по-моему, мне надо только тут изменить, да? А, не, 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 не. Где у меня массивы? Где, где, где память уделяется? Вот. Ой. И где-то... А, во, все правильно, нормально. А, вот здесь еще, да. Нет, еще вот здесь. Блин, еще и вот здесь надо было поставить на паузу и изменить. Кажись, не все. Так. Кажись, все. Так, пересоберем. Так вот, что у нас там было? 0,35, да? На ГПУ. И 0,13 на центральном процессоре. Теперь запустим этот пример. И посмотрим. И посмотрим. И ничего мы не увидим, потому что нужно было вот раскомментировать сложение длинных векторов. Собираем. Запускаем. Ну, я могу сказать, что я не ожидал, что произойдет вот-вот еду. Почему я не ожидал? Потому что надо было нажать на паузу. Нужно было нажать на паузу. Это все проверить. Если сейчас не запустится, то я нажму, конечно, уже на паузу. А, все, все нормально. Да, смотрите. Теперь на ГПУ 60 тысяч векторов сложились не за 0,37 миллисекунд, а за 0,02 миллисекунды. Центральный процессор, напомню, складывал эти вектора за 0,13 миллисекунд. То есть, мы здесь во сколько раз? В 5 раз, ну, точно, уже быстрее, чем центральный процессор выполнили задачу. Судя по этой формуле, вот. Что-то я тут как-то криво так написал, вот эти слэш N. Вот. Судя по этой формуле, смотрите. Мы запустили 59 блоков, и каждый блок расщепили на 1024 нити. Давайте 600 тысяч элементов сложим. Ну, последний тест. Я уже профайлер запускать не буду, я подозреваю уже время записи, наверное, минут 30. Поэтому, ох, смотрите. За 0,16. То есть, 60 тысяч элементов на центральном процессоре складывались за 0,13 миллисекунд. А здесь мы в 10 раз больше. И получили. Ну, короче. Выгода очевидна. Теперь смотрите. 600 тысяч элементов мы сложили. То есть, что у нас получилось? 586 блоков получилось. И для каждого блока 1024 нити. Ну, давайте последний тест. 6 миллионов. 6 миллионов. И здесь все-таки поставим такой индекс. 5 миллионов 999. Правильно. Во. Ну, чтобы увидеть, что действительно работает. Последний тест. То есть, сейчас 6 миллионов элементов. У одного вектора и у второго складываем. Итак. 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 Правильно. Ну, вроде правильно. 9 приблизительно 18. Все нормально. Вектора сложены. Смотрите. 5860 блоков было запущено. И 6 миллионов элементов. Тут 2 вектора по 6 миллионов. Сложились, да. За 1,5 миллисекунды. Что, попробуем здесь? Где тут? Не, здесь, скорее всего, если я 6 миллионов уже поставлю, то... То, скорее, это 60 тысяч. 606 миллионов. То, скорее всего, конечно же, я уже вылезу за... Вылезу. А ну-ка, давайте я... А, там и CPU есть, и этот. Все. Сейчас последний тест, ребята. И выключаю. А, кстати, после этого видео будет... Будет коротенькое видео, где я сделаю подобные тесты на стареньком ноуте. То есть, я не буду каждый раз делать. Я в этом видео еще сделаю. Может быть, еще в одном видео. И все. И больше не буду. Может быть. Ну, не знаю. Потому что, ну, интересно, сколько... Да, там... Вот 48 ядер у меня там. За сколько эти 48 ядер сложат? Ну, те же 60 тысяч. То есть, я не буду 6 миллионов, там 600 тысяч, а просто 60 тысяч элементов. Ну, что-то тут очень долго. Смотрите. Либо оно думает, либо оно не думает. И как мне что? Остановить контроль-С, походу, здесь, да? Прервать? Нет. Это консоль какая-то неправильная. Делать дебаг. Я не в дебаге запускал. Короче, долго. Долго. И это на ГПУ сейчас считается. Я не знаю. Вентиляторы не работают громко. Что происходит? Оно запустилось? Наверное, запустилось. Но дело в том, что я, наверное, превысил все разумные ограничения. И оно не ходит. Ладно, 60 тысяч 100. Ну, я сейчас скажу всем спасибо. И все такое. И после этого всем спасибо. Будет еще там пару секунд видео, где будут тесты на моем втором ноуте. На моем втором ноуте. Так, давайте я оставлю здесь 60 тысяч элементов. Вот так вот. И чтобы вы увидели, да? Все будет как и в предыдущем видео. Будет показано устройство. И в этом устройстве сколько у меня ядер? 1280. А там 48. Посмотрим 48 ядер. За сколько посчитают? За сколько посчитают? Ну, и там я запущу опять-таки этот пример еще. Lesson 5, да? Посмотрим, за сколько там центральный процессор посчитал. Он, по-моему, примерно тоже за такое же время. Да? Там 0.13 или 0.17. Вот. Короче. Не буду уже тянуть. Всем спасибо за внимание. Подписываемся. Делимся. Ставим лайки. Если что-то не так или у меня какие-то неточности, прошу прощения. Потому что я знакомлюсь вместе с вами. Но постепенно я уже начинаю что-то тут догонять, понимать и все такое. Поэтому еще раз всем спасибо за внимание. После. В конце видео, короче, посмотрите еще тест. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok